ДТП и ТД По своей полосе, никуда не съезжая и не перестраиваясь, можно попасть в ДТП. В таких случаях на подробный анализ ситуации и ее последствий времени, как правило, не бывает. Так что сейчас мы в спокойной обстановке разберем, что там и куда. Поехали! Все мы иногда оказывались в положении, когда появлялась необходимость повернуть совсем не в ту сторону, в какую планировал. Ну, то есть я все понимаю. Не в тот ряд встал, позвонили, выяснилось, что ехать надо не туда, куда собирался. Ну, всякое случается. Но вот так стартовать из правого ряда через две полосы, элементарно не убедившись, что по ним уже никто не едет, это верх наглости. А страдать из-за нее придется другому человеку. Потому как, я думаю, водитель оранжевого автомобиля не в восторге от сложившейся ситуации. По нарушениям все понятно. Пункт 8.5 ПДД. Мы тут уже неоднократно обсуждали, что для поворота нужно занимать соответствующую полосу. Но, очевидно, водитель черного Мерседеса нашу передачу не смотрит. А права были найдены в бардачке сразу после покупки автомобиля. Так что всегда помним о возможности возникновения подобных людей в нашей жизни и пытаемся не встретиться с ними. Ну, хотя бы на дороге. Обошлось без ДТП и жертв. Но только благодаря счастливому стечению обстоятельств. А мы-то с вами знаем, что так бывает далеко не всегда. И, как правило, все заканчивается гораздо плачевнее. Тут у нас целый парад нарушений, которые могли привести сразу к нескольким ДТП. Во-первых, белый Пежо, который полез ни в свою полосу, не пропустив двигавшийся по ней синий Шевролет. Во-вторых, сам синий Шевролет, который, уходя от удара, вылетел навстречу. И на сладкое сам наш герой, который уворачивался от этого Шевролета. Ведь он и сам, нарушая, мог запросто подрезать или даже столкнуться с зеленой Нивой, которая двигалась в средней полосе и которую он опередил не так давно. Информация к размышлению. Если бы любой из участников этой импровизированной проверки бдительности оказался менее ловок и все же зацепил кого-нибудь, его ситуация рассматривалась бы как отдельное ДТП. И никого бы не волновало, от какого удара кто уходил и кто в создании аварийно-опасной ситуации был виноват. Можно было бы, конечно, попробовать возвести руки к небу и воззвать к статье 2.7 КОАП РФ. Но это не всегда может сработать. Коллега, у вас есть что сказать по поводу? Выезд на встречку, перестроение без предоставления преимущества водителям, двигавшимся по своим полосам, как следствие столкновения с транспортным средством. Вам есть что добавить? Я больше по техническим характеристикам пройдусь. Кек, возможно, пивной, галлонов 6-7. Непонятно, что он на улице делает. Ему бы под барной стойкой в пабе стоять и господ радовать, а не по проезжей части разъезжать. Это яркий пример того, что автомобили, дорога и алкоголь не совместимы ни в каком виде. Ни внутри водителя, ни снаружи. Окей, только не совсем понятно, с кем ругаться. Я не думаю, что виновник ДТП вообще понимает, что происходит. Да ни с кем не ругаться, разве что у вас есть каска. А у Кега вряд ли полис ОСАГО найдется. Про бдительность и максимальную концентрацию за рулем забывать не стоит никогда. Но если все же на дороге случаются ЧП, ну или просто непредвиденные обстоятельства, всегда будет полезно не терять рассудок и мыслить максимально здраво. Для этого вам понадобится всегда занимать именно ту полосу, которая предназначена знаками, правилами и дорожной разметкой для поворота в нужную вам сторону. И если вы, наплевав на все и всех, решили повернуть вот прямо здесь и прямо сейчас, то хотя бы по сторонам посмотрите. В конце концов, не личная же дорога. Уворачиваясь от удара, помните, что если в результате этого маневра другой автомобиль или человек пострадает по вашей вине, то разбираться с вами будут уже как с виновником ДТП. И здраво оценивайте ситуацию. Помните, что опасность на дороге может исходить не только от автомобилей или пешеходов. И ни в коем случае не теряйте бдительность. Почтовый ящик для ваших видео и вопросов для сотрудников ГИБДД вы сейчас видите на ваших экранах. Самые лучшие из них попадут в следующие передачи. А у нас сегодня все. В следующем выпуске ждите небольшой сюрприз. Всем безаварийной езды и удачи. Пока.